Ретро-выстава «Чорно-белых здымков» открылась и в областном центре. В зале Народного фотоклуба «Гродно» презентованы 40 работ, которые очекали своего выхода в свет с 80-х годов минулого ста годы. Запрашая на выставу один из самых опытных гродзенских мастаков Владимир Выдерко. Экспозиция сбиралась подчас працы автора с пошатком фотокорреспондентом областного ТБ, затем газеты «Гродзенская правда». Успомнить минулое о том, кто юный, познать нечто новое с историей и пораунять с сяпершним обличчем города и села. Узирающуюся утвары людей с черно-белых фотографий просякнувся атмосферой минулого и усвядомить худкоплыны с часу. Гэтую макшимость и дае ауторский проект у Владимира Выдерко под назвой «Летопись Гродзенщины 80-х». Характерно, что здымки, представленные на выставе, супроводжаются подписами. До прикладу «Гродзенский аэропорт. Первый рейс на Минск 1982 год» або «1983-й» будет Гродзенский областный драмтеатр. Шмат уваги аутор отдае и портретам. На кадрах тренировка легендарного Александра Курловича, а тогда и в 80-х еще будущего чемпиона света. А так само фото героя Беларуси Виталя Крымко, старшинник Алгаса Кастричник. И шмат еще знаковых особ и простых працевников, якими славится Гродзенщина. Усих жадающих сделать припинок на станции «На Сталье», выстава у фотоклубе «Гродзенский» будет ждать до конца Саковика.